Олимпийские игры. На зауральский манер такое изначальное название в 1988 году придумали организаторы соревнований среди воспитанников школ-интернатов и детских домов. Сейчас просто Олимпиада. Девятый раз, значит, вот такие соревнования, значит, среди воспитанников данной категории. Программа, значит, гонбол, настольный теннис и шахматы. Программа не очень большая, значит, это по просьбе, собственно, руководителей данных учреждений. А вообще мы планируем в 1913 году провести, в 2013 году провести большие Олимпийские игры. В состязаниях этого года приняли участие 165 детей из Варгашинского, Далматовского, Катайского, Китовского, Куртомышского, Юргомышского, Шадринского районов и города Кургана. Алексей Сорокин из Рябковского интерната участвует впервые. Несмотря на то, что их команда проиграла в гонболе, Алексей не расстраивается. Мне только понравилось, что там только можно руками пасать, руками бегать с ним и прыгать всяко-то можно, давать пасы. Самым зрелищным состязанием для ребят стал гонбол. В областном центре про этот вид спорта почти забыли, а вот в районах не сдаются и пытаются возродить. Ребята играют первый раз, но тем не менее по 1996 году уже четырех человек пригласил из Шадринска, одного из Далматова. И вот сейчас вот из Куртомыша в принципе человек 5-6 можно уже приглашать за сборную, в смысле кандидатов в сборную уже можно брать. Организаторы говорят, что к следующему году обязательно создадут команду лучших, которая представит за Уралье на чемпионате Уральского федерального округа. Михаил Алимов, Александр Киселев, Александр Бывальцев, телекомпания «Регион 45».